Иде, не сердись, не обижайся, ты человек, с тобой никто ничего не может сделать. Это одна из первых репетиций нового спектакля в студенческой театральной студии. Актеры только вживались в свои роли. Все герои постановки Ханты, а сам сюжет написан по мотивам хантыйской народной сказки Иде. История о мальчике, который остался сиротой и воспитывался бабушкой. Для начала берется капрон и набивается синтепоном. А потом сшивается. Все героев для постановки студенты изготовили сами в швейной мастерской колледжа. Особое внимание уделяли одежде. Каждая деталь и каждый орнамент имеют свое значение. И перед тем, как начинать, студенты провели большую исследовательскую работу. Мы изучали историю костюмов, во-первых, национальных. Далее посещали музеи, смотрели. Потом посещали праздники, как День оленевода. И просторы интернета. Все мы это изучали, а потом отшивали. А это уже другой спектакль, созданный по мотивам ненецкой сказки. Рассказывает о сотворении мира. Постановку актеры студенческой театральной студии показали несколько десятков раз. Зрителями стали воспитанники детских садов и ученики начальных школ. Кроме того, театралы сотрудничают с общественной организацией «Необычные дети Ноябрьска». С «Необычными детьми Ноябрьска» мы совместно составили спектакли. Показывали им спектакли. Привлекали их к изготовлению реквизита. Ну, посильными, значит, какими-то посильными своими средствами. В 2018 году проект национального кукольного театра решено было несколько изменить и превратить в театр теней. Эта идея тоже удостоилась гранта программы «Родные города». На грантовые средства мы приобрели звукозаписывающую аппаратуру для студенческой театральной студии. Эту аппаратуру мы очень активно используем при гастрольной деятельности, когда у нас проводятся выездные спектакли по дошкольным образовательным учреждениям или по школам города Ноябрьска. А еще на средства гранта студенты колледжа разработали и изготовили подарки для детсадовцев, конструкторы и небольшие наборы для театра теней, чтобы у малышей в детских садах появилась возможность попробовать стать актерами самим. Образовательное учреждение планирует участвовать в конкурсе «Газпромнефти» и в этом году. Время на оформление заявки еще есть. Прием завершится 7 февраля. Продолжение следует...